Здравия! За прошедшие недели набыдлокодил порядка 2000 строчек кода, для того, чтобы была возможность малевать и сохранять объекты рисования. И что самое важное, чтобы они ездили за изменением графика. Естественно, был обречен взять самый популярный движок от рисовки графика от TradingVF. Им требуется написать, мол, дайте полную версию с инструментами, чтоб как на бирже было, они бабок захотят и так далее. Так что берем свободную версию и доделываем. Смотрел альтернативы, также есть их много. Сам также могу такое накодить, но зачем тратить время? Программирование такая тема, которая отнимает просто вагон времени на любую возню. А возня в этот раз была прям выносящая мозг. Каждый блок кода раздражал и доставлял проблем. В процессе понял, почему есть аналоги. Плюс язык, на котором все это происходит в браузере, JavaScript, также является дебильным наследником C++. И подкидывает проблем на ровном месте. Геморрой с контролем типов данных просто доставляет в самых неожиданных местах. И это при том, что использует свою библиотеку, в которой большая часть кросс-браузерных проблем уже решена. И значительно экономит время. Как кто-то давно написал в статье про C++, автор языка, вместо того, чтобы полежать в психушке пару месяцев, решил написать язык. Поскольку он дал объектную модель и был одним из первых, язык стал популярен. Но в целом, последствия его трудов уперлись в учебники, в которых рассказывается о том, как не надо делать. А то компилятор трахнет не только мозг, но и мимо проходящую собаку. JavaScript продолжатель этой традиции, которым все наоборот от нормальных языков программирования. А еще, когда-то давно был ВБ-скрипт от Майкрософта. Слава Аллаху, или кто там создал все сущее, что он загнулся. А то чувствую, что синие экраны смерти добрались бы и до сайтов. Точнее, теперь они черные. А еще есть стереотип, что программист отличной математики. Хрен там было. Мне все эти науки похоронили математички еще в школе. Все эти забавные задачки, как определить точки линии между точками. Ведь есть стройные механизмы. На отрисовку отдаются только две координаты. А как словить мышкой все остальное пространство? И это не единственная такая задача. Тогда не понимал, почему часть учителей сыт кипятком при взоре на меня. А позже оказалось, что это тупо зависть. Как говорится в одной ведической мудрости, так низким душам суждено, высоких духам ненавидеть, стремлением низменным обидеть, все сердце их измождено. Прям про мою жизнь. Еще к вопросу о полной ненужности школы. Занимаясь игровым программированием, единственный раз, когда мне понадобилась тригонометрия для расчета матриц в игровом пространстве. И то косвенно. Игровой движок сам все рассчитывал. Требовалось только коррекции, исходя из задач. Данная инфа гуглилась за пару минут. А тема своих и мелких открытых движков для игр умерла, когда крупные разработчики открыли доступ к своим разработкам. Лет 10-15 назад. Что-то опять отвлекся. Ролик не об этом. Перейдем к обзору. Сделал ряд инструментов. Первый это курсор. Просто, чтобы таскать график. Мне очень не нравится, как сделано везде. Когда размечаешь уровни, а следом постоянно перетаскиваешь график. А уровней много, и неизбежно их цепляешь. Особенно, когда отзумливаешь график. Все они встают вплотную. Поэтому каждый инструмент редактируется только в своем режиме. Невозможно что-то зацепить. На каждый инструмент сделана возможность по Ctrl-Z или Escape откатить одно действие. Можно сделать большую историю, но зачем нагружать браузер. Лучше пусть быстро работает. И скорость происходящего на экране также меня очень радует. Открыв любую биржу, придется ждать, пока все отлагается и прогрузится несколько секунд. Как говорил в прошлом ролике, оптимизацией они не занимаются. Накидали все в кучу и скорее рубить бабло. Второй инструмент это линейка. Как и везде, можно через Shift быстро вызывать. Возможно рисовать сколько требуется. Следом, например, таскать график. Чтобы прикинуть примерно одинаковое событие на графике. Такой возможности нигде не встречал. Далее, линии уровней. Собственно, самое важное в трейдинге. Следующий инструмент позволяет рисовать произвольные линии. И можно цеплять за края и перетаскивать. Для того, чтобы рисовать восходящие и нисходящие коридоры движения цены. Далее идет инструмент прямоугольник. Просто для того, чтобы можно было выделить и показать что-то на графике. Также можно изменять размер, таская за углы и просто перемещать. Есть проблема с определением вертикальных координат линии. Но я забил и не стал углубляться в очередную математическую проблему. Время деньги, а деньги мне. Перемещать можно за низ и вверх. Инструмент стрелка. Также для показа направления цены. Последний раз такой рисовал, когда показывал подписчику движение цены между уровнями. Возможно движение в обе стороны. Первое это произвольное рисование линий. Мне же сделал светофор для возможности задавать разный цвет инструментам рисования. Последняя кнопка стирает текущие объекты рисования. Есть специальные режимы, которые стирают все кроме уровней. Подсказки над кнопками инструментов и быстрые клавиши доступа. Все сохраняется у меня на сервере и никуда не пропадет. Уже сталкивался несколько раз с тем, что моя мазня исчезала на сторонних ресурсах. Внизу появились еще пару кнопок, включающих или отключающих линии уровней и объектов рисования. Чтобы не мешали, когда это требуется. В целом, ничем другим не пользуются. Все эти сетки Фибоначчи сделаны для оболванивания населения. Они хороши по факту. Но, например, спрогнозировать ход цены биткоина с 16 тысяч до 70 не могут. Этой чуши, пудрящей мозги хомякам, запредельное количество. Эта часть не главная в Граале. Но сделана для того, чтобы все было в одном месте под рукой и быстро работало. Следом сделаю список сделок, чтобы они отображались на графике. Это очень удобно. Наблюдать за тем, что происходит и какие минуса или плюса. Частично в общий доступ потом покажу третью часть. И она же финальная часть Грааля. Есть еще ряд мыслей, чего можно сделать дополнительно, но всему свое время. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное крипто-сообщество. Подробнее по кнопке поддержать на сайте Держка в Сен-Рум. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег!